Уважаемые подписчики, слушатели Так, ну, нарыл я Вот для второго видео Тут кое-что нарыл у себя Ну, мне куча всего Только трудно это все найти То есть, когда это все с нуля делается Все это заново делается Но так, быстро, чтобы найти, трудно Ну, вот, смотрите Здесь Здесь, здесь, здесь что? Уже показано Готовый мой проект Ну, я именно Что, как должно быть Первое То есть, здесь уже показан Вернее, это уже живая инсталляция То есть, так как получилось Вы видите, здесь фартух из кафеля Выложен на гипсокартон Сзади, вы видите, вот Труба вот здесь, так как я, в принципе И рекомендовал, сделана С решеточкой Здесь полностью лежит лист Лист Гипса И различные розетки Различные розетки То есть, все розетки, которые были Ну, в принципе, вот Только плохо он не цветной А так он вообще цветной То есть, скафель здесь отдельно видно Ну, как это все И вот, вот розетки То есть, ну, в чем вообще суть Вот, вот розетки Видите, размеры Где-то все для электриков Все размеры есть То есть, когда делаете вы проект Идеально Все полностью делать проект Проект Вот он Проект кафеля Вот видите, монтажа кафеля Тоже все размеры Все есть Это, кстати, проект От этого От этого кафеля Вот он, такой проект Вот он уже вживую Этот проект Поэтому Все обязательно должно быть спроектировано Чтобы никаких не бывает Потом, если нет проекта То я тебе сказал не так Я тебе сказал не сяк Короче, бывает все это Когда четко есть проект с размерами Вы даете кафельщику И четко работаете Дальше Проект с размерами розеток Который обязательно надо Согласовывать с мебельщиками Обязательно Все, вообще все с мебельщиками Желательно, чтобы мебельщики Вообще все это делали Проект розеток Проект фартуха И так далее То есть, когда мебельщики этим занимаются Это говорит уже о высоком профессионализме Все Для клиента делают мебельщики И тогда уже кафельщик Электрик По вот этим проектам Которые согласованы с мебельщиками Все делают А то бывает так Приходят мебельщики А там кто-то сделал Непонятно где розетки И начинается Там не входит Там упирается в розетку Там высоко розетка стоит Ну, короче Там кафель неправильно То есть, мы здесь, например Спланировали там 200 А он кафель положил на 150 Короче Никаких запасов нет Ну, короче Бывают кучи всяких боков Когда все Проект не делается Не согласовывается Между всеми участниками Так сказать Ремонтных работ на кухне Все должно согласовываться Желательно, чтобы проект делал Один человек Еще до ремонта Вот пришли мы В убитую квартиру В убитую кухню И начинаем разговаривать Если мебельщики Высокого класса Они все с нуля Это все это сделают Проект Кафеля, так сказать Проект розеток 3D проект самой кухни 3D проект самой кухни То есть, все это В принципе Ну, об этом мы еще поговорим О проектах Мы еще вернемся Сейчас мы говорим о розетках Итак Вот есть проект розеток И по этому проекту Электрик все полностью Это делает Ну Что Быстро так Самое-самое важное Рассказать Розетки Там, где у нас установлена В принципе Мойка Розетки Понятно, что на нижнем уровне Вообще не должно быть Если уже там есть розетки Где-то по проекту То они где-то должны быть В верхней части Где-то в углу Мало ли То есть, под мойкой В принципе Устанавливают Розетки Там Для фильтров Для фильтров Есть же у нас Мини-фильтры Там, не знаю Обратный осмоз Там Еще, еще, еще То есть, есть в принципе Электронные фильтры Различные Туда устанавливают Под них розетки Дальше Что еще может быть Нагреватель проточный Туда тоже устанавливается Под него розетка И сам нагреватель Где-то вот там Тоже сбоку Устанавливается Ну В свободной площадке Уже все это обоваривается Проектируется Все это Дальше Розеток Напротив Духовки Вообще не должны быть Они должны быть Или здесь В соседнем шкафу Или Или здесь Это Это самое важное Ну что Что еще Такого супер важного В принципе Нет То есть Ваш Ваш так сказать Изготовитель мебели Об этом Конечно же Обо всем Должен знать Ну Вы знаете Что Есть нюансы Которые обязательно Нужно Обсудить Поэтому Ну вот Примерно По розеткам Ну Главное Как бы Главное Все То есть Вы вот видите Уже здесь Идеально Подготовлены Розетки Или точки Вот Эта точка Под Под вытяжку Вы видите Точка Под вытяжку Подготовлена В принципе Ну Различные Розетки Как электрические Вот тут дальше Просто обрезано Дальше Розетка Идет Под Под телевизор Еще здесь И под Антенну Розетка Короче Факт такой Все должно быть Спроектировано И идеально Все Подготовлено И сделано Четко По проекту Согласованное В принципе Ну В основном Согласованное С мебельщиками Потому что Согласовывать Где будут Розетки С электриком Нет смысла Вы скажете Где сделать Розетку Четко По схеме Вот схема Вот размер И все есть Он должен Здесь все это сделать То есть Тут именно Профессионализм Проектировщика Или мебельщика Ну понятно Что сами мебельщики В любом случае Ну не все Проектируют Поэтому наверное Мебельщики тоже У них есть Свои проектировщики Или иногда И сами мебельщики Все это проектируют То есть Есть какие-то Наработки Они уже Согласно им Руководствуются В дальнейшей Проектировании Вот в принципе Все Две части По розеткам Главное Я вам сказал Ну а там Все это уже В нюансах Все это Уже зависит От ваших Проектировщиков Все обсуждайте Не делайте Никаких боков И тогда У вас все Везде Будет идеально Так Ну что Все Спасибо Спасибо за внимание Подписывайтесь Буду рад Что-то еще дальше Вам рассказывать Есть еще Как минимум 10 различных тем А может даже И больше Различных нюансов Наработок Интересных вообще Вещей Которые встречаются Не хотел бы Чтобы кто-то Делал ошибки Поэтому Все это Рассказываю Так Все Спасибо за внимание С вами был Эд Днепропетровск Уля-ля Мепель Прокси Все Обращайтесь К профи И до новых встреч Пока Пока